В царстве небесное был достойный сынотечества Гаврил Романович Державин, в которой есть такая «Ода Бог», и он там пытался поэтически объяснить свое отношение, по сути, выразить, может, даже церковное отношение к этому вопросу, кто мы такие вообще, зачем мы здесь, и в чем ценность человека. И он там пишет, значит, что там, где Господь закончил духов небесных и начал духов Тетелесных, а цепь существ связал всех мной. Человек является связующим звеном всего мироздания. То есть так уж Господь захотел, и так Он сделал, и так оно и есть, что человек соединяет в себе видимый и невидимый мир. Человек – существо, живущее одновременно в двух мирах. Он живет одновременно в мире мыслей и идей, в мире молитв, в мире нравственности, которое не щупается пальцами, и он живет совершенно, так сказать, конкретно в трехмерном мире, в котором, так сказать, есть вверх-вниз, право-лево, во времени живет, а умом вне времени, например, он живет, и сердцем живет вне времени. И вот Державин как раз пишет о том, что, значит, вот это известный его пассаж, такой о том, что «Я царь, я раб, я червь, я Бог», то есть «Я все», то есть «Я соединяю в себе несовместимое», то есть «Я и велик, и ничтожен». Значит, «Но будучи я столь чудесен, откуда я взялся?» «Безвестен, но сам собой я быть не мог». Говорит, «Твое создание я, создатель, твоей премудрости я, тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей, царь». То есть «Ты создал меня, ты есть, а значит, есть и я». То есть он ведет очень интересное такое, он обрушивает атеистическую логику, потому что атеистическая логика говорит, «Ну, я есть, и я придумаю богов». Говорит, «Нет, ты есть, а значит, есть и я». То есть «Коль есть ты, так значит, есть и человек». «Твоей то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смертье возвратился отец в бессмертие твое». То есть человек – это парадоксальное бытие. То есть мы о человеке, может быть, как о парадоксе. То есть это непонятный сам себе персонаж. Это вечная загадка для самого себя. То есть кто я? Просто животное? Или я царь животных? Или я вообще не отсюда, но почему-то здесь? Это вечная загадка и проблема. То есть на человека нужно смотреть, как на проблему. И для человека самого, как для персонажа, себя самого оценивающего, и как некое общепланетарное явление. Он любим, потому что он последний. И он любим, потому что он именно связывает с собой невидимое и видимое. То есть в нем есть все, что есть в мире. То есть ангельское существование родное нам, потому что мы поем псалмы, поем Аллилуйя и говорим Свят Господь Саваоф точно так, как Серафим и Херувим. Животное всякое понятно нам, потому что они живородящие, млекопитающие или просто любящие жизнь на плавающей водах, летающие в воздухе. Мы всех их можем понять. То есть мы можем крякать с утками по паутинам, плавать с рыбами по дельфине. Мы можем при силе ума летать в воздухе при помощи самолетов. Мы можем молиться с ангелами на литургии. Мы можем все. При том, что человек самое слабое животное. То есть если брать его из мира животных, то он очень долго превращается в самостоятельного деятеля жизни. Допустим, лошак, рожаясь от кобылы, тут же на ножки становится. Он с ножки слабенькие, он шатается, но он тут же ходит и ищет вымя. Ребенок пока пойдет, это сколько бессонных ночей, он самый слабый. Он не видит еще ничего, он не разговаривает, он еще ничего не понимает. То есть это самое слабое животное. Ни когтей, ни рогов, ни копыт, ни крыльев, ничего. Он самый слабый человек, существо в мире. И вместе с тем он хозяин мира. То есть слабость – залог его хозяйничания. То есть залог его власти великой над миром. И мы видим, что все слушаются человека. То есть большой буйвол, мудрый конь с умными глазами и с серьезнейшими мышцами смиряется под седоком. Корова дает нам молоко, собака служит нам зубами, овца шерстью, пчела жалом и медом. То есть мы подчинили себе мир, потому что Бог однажды сказал нам это. Он сказал нам, что вы должны жить в этом мире, управлять им и царствовать над ним. Мы это собственно и делаем. То есть человек есть некий слабый царь. Слабый до тех пор, пока он полагается на свои силы и очень сильный, когда он с Богом. Вот интересно, что в шахматной игре самая слабая фигура – это король. Вот человек – это король мира. То есть мат королю – это конец партии. То есть убийство короля – это конец, хотя король – самый невоинственный человек, так сказать, на шахматной доске. Там есть слоны, офицеры, пешки, кони совершают разные маневры, они воюют, стратегии всякие разрушают. Там самое серьезное – королева вообще творит, что хочет. А король – самый слабый. Вот такое место. Но его поражение является окончанием партии, как бы полной сдачей. То есть вот таким слабым королем, физически слабым, но при том умственно очень сильным, который заставляет, повторяю, овцу отдать нам шерсть, собаку послужить нам зубами, коня послужить нам мышцами, который весь мир вокруг себя закручивает в соответствии со сказанным. То есть ты царь мира. То есть царствуй здесь. Царствуй и хозяйничай. То есть ты имеешь мой образ, следовательно, я царь и ты царь. Ты царь этого видимого мира. Командуй им, управляй им. Значит, вот это любимое существо, в котором соединяются более нигде несоединенные вещи, духовное и телесное, где все находит свое гармоничное воплощение. То есть в человеке совершенно гармонично соединяется, например, растительная жизнь. Например, волосы и ногти. Их режешь им не больно. То есть это некая растительная жизнь, лишенная витальности, такой вот чувствительности, скажем. Потом в человеке есть вегетативное все это, как дерево. Он должен питаться, расти, пить, есть, распространяться. Потом он совершенно млекопитающий. Он должен знать своих родных, питаться грудью, потом рожать потомство, значит, и так далее, и так далее. И он тут же и ангел вдруг. Он может молиться, он может пренебречь физикой ради духовного, ради пневматики. В нем есть все. То есть он может быть и растением, и деревом, и ба-бабом. То есть отчасти даже правые индусы, потому что человек действительно может быть всем, чем хочешь. Может быть камнем, деревом, бизоном, свиньей, ангелом, звездой, бриллиантом, куском грязи. Он все в себе соединяет. Это микрокосмос. И любит его Господь. Господь поставил некую ставку на человека. То есть Господь не просто любит нас, как творение свое. Он любит и себя в нас, потому что он отобразился в нас. Себя во мне изображает, как солнце в малой капле вод. Тот же Державин пишет. Но он еще на нас поставил большую ставку, потому что мы должны оправдать его имя перед вселенной, перед любым живым существом, перед... Мы должны посамить дьявол. Вот книга Иова. То есть Иов, это же не просто как бы страдающий праведник. Это, так сказать, точка, в которой сошлись все силовые поля духовной брани. То есть видел ли ты раба моего Иова? Нет такого на земле, праведного, богобоязнно, удаляющегося от зла. То есть вот он. Таким должен быть каждый человек. То есть человек, знающий Бога, удаляющийся от зла, посрамляющий дьявола, претерпевающий все, прославляющий Бога и входящий в вечность. Это человек по замыслу. Это по замыслу такой должен быть человек. То есть мы просто еще не знаем, кто мы такие. Как Иоанн Богослов, так осторожно говорит, дети, мы еще не знаем, кем будем. Мы знаем только, что мы увидим его, какой он есть. То есть мы еще не знаем, кем мы будем. Еще не знаем, кто мы есть. Не знаем, кем мы будем. То есть действительно, мы есть загадка для себя самих. И этот расцвет, например, психологии, всякой философии антропологической, он все-таки говорит о том, что человек не исчерпаем. То есть гораздо интереснее разбираться с человеком, а не со звездами. С человеком, а не с глубинами морскими. С человеком, а не с, скажем, ветрами, штормами и морями. Потому что в мире все замкнуло на человека. Что ты подумаешь, то и будет. Как ты скажешь, так и произойдет. Как ты нагрешишь, будет вот так. Помолишься, будет вот так. Мы же на святых это видим. Как отступает стихия, как преклоняется животный мир перед человеком. То есть святые, это некое снимание шторки с вопросом, а каким должен быть человек. Потому что человек не должен быть таким, каким мы его видим. То есть наш собеседник, спутник, современник в транспорте, на улице, в телевизоре, он не такой, каким должен быть. Человек должен быть другим. То есть нам церковь говорит, это не человек еще. Это некая возможность человека. Ведь и рождается человек тоже не как готовый продукт, а как возможность. Если человека после рождения изъять из семьи, из человеческого общения, например, родился в семье русских людей, например, там, мальчик или девочка, мы его изъяли в первые дни и поселили его, например, в семью, допустим, индусов, где будут на хинде разговаривать. Он русского языка вовеки не узнает, он будет на хинде говорить с детства. Если мы оттуда заберем его, поселим его, допустим, к армянам, он будет армянский ребенок. Он воспитается в тех понятиях, языковых традициях и жизненных принципах, которые мы ему навяжем. А если мы его заберем совсем из людей и поселим, например, к обезьянам, он на каком языке будет разговаривать? Ни на каком. Если до трех лет человек не услышит человеческой речи, а будет жить с волками, обезьянами, собаками, с кем угодно, он будет чесать ногой за ухом, есть с пола перевернутые с миски еду, выйдет на Луну и ни на каком языке не будет разговаривать. То есть человек – это не факт, это возможность. То есть рождающийся ребенок – это еще не человек, это возможность человека. Он нужно воспитать еще человеком. Он нужно не просто зачать и родить, он нужно сделать человеком. То есть дать ему понятие добра и зла, привить навыки речевые, социальной адаптации. То есть человек – это благословенная, великая загадка, открытая Богу, и даже ему, мне кажется, очень интересно, что с нами происходит. То есть тем более, конечно, для нас. То есть мы нерешенное и незаконченное явление, а мы явление под знаком вопроса. И в зависимости от того, знаем мы Бога или не знаем, мы развиваемся в совершенно разные стороны. Вот так можно говорить о человеке в современном мире. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...